Нина Ильинична, а я слышал о нем. Говорят, самый древний из найденных мамонтов в мире. Как его зовут? Ну, вообще он вошел в историю как мамонт Жаркова. Но поскольку Жаркова, который его нашел, звали Алексей, то мы можем предположить, что его зовут как? Алеша. Алешенька, да. Мы с вами в музее мамонта. И в отличие от всего остального села, зима здесь длится не 10 месяцев, а круглый год. Музей обустроили прямо в пещере, в слоях вечной мерзлоты, чтобы сохранить цены для ученых артефакты, которые нашли на территории Таймыра. Ну, а началась коллекция с того самого Алеши, которого случайно обнаружил местный оленевод. Это мамонт. 47 лет от роду. Он погиб в это время. И погиб он от голода. А как его из вечной мерзлоты доставали? Дело в том, что заметили, что когда оттаивает, расползает, и приходит в негодность. Поэтому буквально выпилили. А, вот кусок грунта. Вот мы его сейчас видим. Да, и не размораживая, на подвеске огромный вертолет Ми-26, его транспортировали в Хатангу. То есть он там, Алеша целиком в этом мерзлом куске. Да, и он еще ждет своего часа. То есть его еще нужно... Исследования будут продолжаться и продолжаются дальше. Хатанг, наверное, на ушах стоял, да? Именно. Когда это известие пришло. Представляете, такая глыба летит над Хатангой. На подвеске. Не, ну масштабно, эпично все это, конечно. А почему именно здесь вот так благодатно мамонтом жилось? В те времена здесь был очень благодатный климат. То есть когда-то здесь зимой было не минус 50, а сколько? А возможно плюс 50. Плюс 50. Хорошая зима-то какая могла быть, да? Да. Когда-то, это, как вы понимаете, плюс-минус миллионы лет назад. Вообще, нам с вами пора привыкнуть, что орудовать такими цифрами в этих местах в порядке вещей. У геологов, для которых берег одноименной реки Хатанги, как оказалось, тоже лакомый кусочек, счет идет на еще более внушительные временные отрезки. Аж целых 500 миллионов лет назад здесь происходило столкновение полуострова Таймыр нынешнего с Евразией. Далеко не каждая река имеет на своих берегах выходы вот таких вулканических пород. И здесь мы вполне себе можем найти даже полудрагоценные камни. Это какие? Ну, например, это может быть опал, агат, амцедоны, сердолики. Это широкая группа агатов. А я знаю еще яшма. Яшма здесь, кстати, тоже есть. Вот, кстати, там белеется что-то. Подожди, подожди. Подожди, вот это? Да. Ну, молодец я, молодец. Молочный кварц. Вот это вот и есть кварц, да? Да. И он точно откуда-то пришел. Вот, ровно из этой жила. И он дальше мог до горного крутоля формироваться. Это из чего делают посуду дорогую, да? И не только. И не только. Да. Люстру. Кстати, да. А вот здесь уже, в такой трещинке, он начал формироваться. И, в принципе, здесь даже опал. А вот опал за что ценится? У него есть такая особенность, внутреннее свечение, так называемое. Продолжаем искать. Кропотливо. Слушай, терпение надо на это, на все, конечно. Главное, не ожидать, что что-то получится найти. Что-то получится. И тогда ты точно что-нибудь найдешь. А я ожидал. Очень сильно ожидал. Вот, смотри, какие-то вкрапления белые. Что это? Отличный кирпич. Еще пара-тройка попаданий в яблочко и слова, кто ищет, тот найдет, наконец, притворились в жизнь. В виде яшмы. Вот это? Да, да, да. Смотри, какой. Ничего себе. Ну, слушай, ощущение обычного камня, который не отличается. Присмотрись, медовый блеск, такой нежный, такой неяркий, глаз не режет. Ты, конечно, видишь, а еще раз больше меняют. А-а-а. Вот здесь вот я увидел. Да, 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 да. Слушай, ну-ка, красивенько.